Каким же образом влияет уверенность в завтрашнем дне на протестный потенциал? Вот единственный положительный микроэффект, значимый, который нам говорит о том, что низкий уровень протестного потенциала имеют люди, для которых присущ второй, то есть нижний уровень удовлетворенности жизнью, нижний чисто технический, по годировке. Поскольку в контрольном профиле у нас, собственно говоря, люди с четвертым уровнем протестного потенциала, вот здесь в константе, и вторым уровнем удовлетворенности, уверенности в завтрашнем дне. Второй уровень уверенности в завтрашнем дне – это уровни уверенности более комфортные, нежели первый. А первый – это абсолютно неуверенность в завтрашнем дне. Таким образом получается, что низкий протестный потенциал сочетается с более высокими уровнями уверенности, чем абсолютно неуверенность. Ну, что логично. То есть, вот точка абсолютно неуверенность, она, соответственно, характерна для контрольного профиля, то есть для людей с высоким уровнем протестного потенциала. Подводя итог, можно сказать, что детерминаты экономического блока, социально-экономического блока достаточно слабо влияют на протестный потенциал, по крайней мере, в рамках изученной базы данных, электоральной панели. При этом, прежде всего, влияют, уверенно, в завтрашнем дне, удовлетворенность жизнью и положение на социальной лестнице. Причем не все градации положения на социальной лестнице и удовлетворенности жизнью влияют в данном случае. Предсказываются только первые и четвертые значения. Однако, если сделать дихотомию по зависимой переменной, то, к сожалению, она не дает лучшие результаты, чем были получены при четырехчленной шкале.